В воинской части Калача на Дону состоялось торжественное событие. Присягу приняли 26 новобранцев. В числе гостей были не только родственники солдат, но и волгоградские школьники, победители игры «Орленок». Торжественное построение на плацу, возложение цветов в честь погибших солдат, слова присяги. И теперь эти ребята полноправны члены легендарной 22-й бригады особого назначения. Она была образована в Калачевской части в 88-м году и почти сразу получила боевое укрещение в Нагорном Карабахе. Солдаты 22-й бригады принимали участие в боевых действиях в Армении, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Первой и Второй чеченских войнах, Дагестане, Ингушетии, на Северном Кавказе имеют множество наград. Честь и доблесть – вот что отличает военнослужащих этого подразделения. Этот майский день, день принятия военной присяги новым пополнением, торжественно праздничный и памятный в жизни каждого молодого солдата. Здесь, в городе воинской славы, вы даете священную клятву на верность своему народу. С пополнением части новыми бойцами от имени главы региона, героя России Андрея Бочарова, депутатского корпуса областной думы от себя лично, новобранцев и их родителей поздравил спикер регионального парламента Владимир Ефимов. Принимая присягу, вы поклялись честь не отдать никому, служить верно Родине, служить людям, защищать Конституцию Российской Федерации, мирное население нашей страны. Торжественную часть продолжили показательные выступления спецподразделений 22-й бригады. Они продемонстрировали работу кинологов, а также умение предотвращать массовые беспорядки, например, во время футбольных матчей. Так называемая черепаха, которая применяется для защиты от камней, бутылок, палок и других, возможно, используемых методов нападения на военнослужащих. Ярким событием стали показательные выступления бойцов спецподразделения «Барс». За происходящим на плацу с восторгом наблюдали ученики Волгоградского мужского педагогического лицея, победители конкурса «Смотра строевого песни», который проходил в начале мая среди школ города-героя, а также ученики 99-й школы. Поездка в Калачевскую, войсковую часть, которую организовал спикер облдум Владимир Ефимов, стала для ребят настоящим подарком. Впервые в такой военной части мне очень понравилось, особенно выступления, которые уже были подготовлены. Присягу первый раз увидел именно здесь, очень понравилось. Я готовлюсь стать курсантом Рязанского высшего военного десантного команды училища. После торжественной присяги школьники вместе с Владимиром Ефимовым отправились в казарму посмотреть, как организован быт солдат. А затем на военных машинах переместились на полигон. Здесь гостям продемонстрировали показательные выступления разведроты. Солдаты проходили настоящую полосу препятствий. Все это поднимает боевой дух молодых людей и воспитывает патриотизм, отметил Владимир Ефимов. Это очень важное мероприятие для формирования сознания будущего молодого человека, который пойдет служить отчизне. В каких условиях проходит воинская служба, какие, это просто прекрасно. Это сегодня, наверное, одна из самых образцовых воинских частей на территории Волгоградской области. Это пример, как организовывать процесс прохождения воинской службы. И многие ребята с удовольствием, сегодня даже девчонки говорили, мы хотим записаться и хотим служить в российской армии. Это тоже очень здорово. Кстати, по словам Владимира Ефимова, дружеские отношения с восковой частью номер 3642 его связывают на протяжении вот уже 10 лет. Елена Лыкова, Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Калачевского района.